Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс и МН Аккаунте Михалыча. Ребята, у меня есть очень крутая новость. Нам вышло официальное видео трейлер о третьем сезоне, о следующем обновлении. Я даже не знаю как это все называть. Там есть все, просто максимально все. Там есть описание бункера Браво, там есть конечно рыбалка, там есть конечно же АТВ, волны в седьмом секторе. Просто максимальное все, что мы ожидаем. Все, все, все. Там есть новое оружие, кооперативное, онлайн, все, все, что мы только так ждем в следующем обновлении. Нам показали сегодня в трейлере. Ну а я вообще в обычной игре сейчас попробуем залатать дубовую просеку. Она у меня сегодня появилась. И конечно же пока загрузочка вот эта длится, мы обязательно отправляемся туда. А прежде чем начнется видос, обязательно, обязательно ребят, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ребята, ведь это вам вообще не сложно, а мне со всей силы просто приятно. Так, отправляем нашего персонажа на дубовую просеку. Наверное сначала зайдем таки мы на привальчик у дороги, потом дубовую просеку. Ребят, прожимай лайк, подписывайся на канал. Смотрим и наслаждаемся. Смотрим и наслаждаемся. Смотрим и наслаждаемся. Не знаю, ребят, как вы, но я просто в шоке от этого видео. Здесь есть все. Болото, которое мы уже видели где-то в видео. Также я вижу здесь, что на болоте нам нужно будет отбить волны. Бункер Браво. Это просто жесть. Я так понимаю, что там мы сможем проходить вместе. Именно то, что нам обещали разработчики. Судя по тому, что там же мы будем использовать М16, ФНСКар и все остальное. Калаши и гранатометы, которые мы дальше увидим. Обязательно, ребят, это подтверждение, что мы, наверное, вместе все-таки сможем играть даже здесь. Ну или то, что болото появится в седьмом секторе. Турели. Вы увидим здесь новых зеленых зомби и турели. АТВ, которые ездят. Еще больше зомби. Рыбалочка. Именно об этом я говорил, что на рыбалочку можно будет съездить. И корпоративный слив каких-то волн, отбиения, кучи зомби. Это просто шок. Это просто круто. Опять-таки же, в новом третьем сезоне. Видать, это самое глобальное. Самое глобальнейшее обновление, которое когда-либо было в Last Day. И мне кажется, что оно привлечет очень много ребят, которые даже покинули эту игру годы назад. Не то, что месяцы или недели. АТВ, верные друзья. Корпоративное прохождение бункера Браво. Насколько я понимаю, или же наемники. Вот это, конечно, самый главный вопрос. Если нас пустят в наших группах проходить бункер Браво или отбивать болото. Это будет самое шикарное, что может быть, наверное, за всю существование игры в Last Day. Нарш-сурвайвл. Ну, судя по тому, что зомби какие-то зеленые, похожи на тех, которых воюют ребята на болоте. То это, наверное, все-таки болотное приключение. Мало верится, конечно, что мы получим корпоративное прохождение этого всего. Это будут наемники или какие-то мужики, которым нужно будет помочь отбить волны. Ну, увидим. Просто жесть, ребят. Обязательно не забудьте поставить лайк. Ведь стараемся это для вас. Подписывайтесь также на канал. Мы прибыли на привалу дороги и просто в шоке от этих кадров. Что я тебя вижу? Я тебя вижу, он начал мне махать, а я его расстреляю. Расстреляю с мини-УЗИ просто топ. Сейчас посмотрим, что нам здесь попало. Здесь есть глок, есть здесь водичка, даже шмот. Но шмот пока что не берем. Есть кувалда. Давайте, может быть, какой-то там надбитый наберем. И на дубовой просеке нам еще он понадобится. Почему бы и не дать вот этот надбитый сет, вместо того, который понадобится нам в дальнейшем. Есть ли, конечно, там будет разнообразие именно этого события. Чекс, есть ботинки, спецвольск брони, еще одна кувалда. Ну, такое, конечно, очень все печально. Я вот палец недавно добыл, ребят, как вы видите. Но здесь вот глок, зачем мы и пришли за глоком и бокситиком. То есть, довольно-таки все круто, довольно-таки все хорошо. Я выезжаю на дубовую просеку. Ведь именно там ждет меня самый... Ох ты, олень, сбил меня или я олень? А интересно, что это было? Олень попал мне под колеса. Просто на изи сейчас мы зачистили привал дороги. Забрали, по-моему, ну что, довольно-таки неплохо. Я согласен. Я забрал там немножечко оружия. А немного брони. То есть, по броне там совсем скутно, но оружие довольно-таки неплохо. Все, вот, забирал. Так, вот, дубовая просека. Я раньше вообще игнорировал это событие. И мне как-то казалось, что сюда ходить, ну, вообще невыгодно. Потому что несколько раз туда сходил. И вообще, вообще, серьезно, ребят, ничего не получил хорошего, позитивного. Но у тех ребят, у которых не открыты дубовые просеки, дубовые вот эти вот леса и дубовые рощи, то я вам скажу, что вот эта штука, это спасение, это манна небесная, да? Ну, как говорится, это манна, которая дается нам, я не знаю, какая периодичность у дубовой просеки, наверное, каждый день выпадает. Здесь можно накопить немного дуба. Ну, и пройти какой-то интересненький квестик, мини-квест. Я сейчас на локации, на меня нападают, и не знаю, что здесь вообще есть. Прошлый раз, когда я сюда пришел, я сразу же, ребят, попробовал и получил здесь разрушитель целый. И, по-моему, даже винчестер полностью целый, прочность максималочка. Что здесь вообще за... Что это... Что здесь такое? Здесь куча зомби. Зомби, ты что, я тебе вот мачетой порублю на куски, причем у меня она модернизировала в такой степени, что ты можешь даже немножечко обалдеть. Толстяков засчитывать должно вообще шикардосно. Бам, смотрите, там. Ладно, ладно. Вонять не особо хочется, но придется, я так понимаю. Вообще, что это агрессивные такие. Смотрите, прям вот один за одним. Один за одним зомби нападают. Какой-то ящик я нашел. Здесь сгоревшие люди. Да ладно, я в режиме стелса был. Как вы меня обнаружили? Блин, вот вам всем, вот вам всем. Я так понимаю, как только я начну вотать этот ящик, на меня согреться вот этот толстяк. 112 урона, критонцы. 112 это простой мачете. Жестичок, скажите. Просто крутой мачете. Топор и немного дуба. Ну, такое, конечно, хотелось что-то получше. Но, надеюсь, что меня это не только это здесь ждет. Есть здесь тоже толстяки. А просто здесь реально много зомби. Не знаю, почему так много здесь их. На такое количество зомби должно быть и лута побольше как-то. Почему же так мало? Ну, чтобы зачистить эту локацию по поводу дуба, я думаю, что всех по любасу нужно убивать. Ну, я думаю, что другого варианта я здесь больше не вижу. Как просто вот так вот сделать. Сейчас у нас в инвентаре минимализировано все, что может попасть к нам, кроме дуба. То есть сейчас при автоатаке у нас будет парень искать только дуб. Потому что другого ничего он не может собирать. Инвентарь полный. Ни растительного волокна, ни каких-то сосновых досток. Потому что они просто в другие слоты не влезут. Поэтому вот так вот это все хорошо. И мы здесь подфармим. Пускай не сильно много, но все-таки дубца подфармим немножечко. Дубовые бревна добавляются довольно-таки неплохо. Конечно, второго левела здесь нужен нам топор. Это все, наверное, уже знают. Но когда у вас есть... Сейчас покажу вам, где он там навык. Наш навык хорош, пассивный. Где-то дубинушку рубить. На 200 левеле, конечно, уже все. Вот дровосек, но вот аккуратность не то. Где-то должен быть... Как же он называют? Лесоруб. У вас есть 20 шанс получить дополнительное бревно при рубке дуба. Очень все круто. И как раз помогает довольно-таки неплохо здесь подрубить халявного дубца. Ваш инвентарь полон обозначает, что здесь больше дуба нет. И ровно 20 дубинушек я здесь добыл. Ну и каждый, кто придет сюда, тоже сможет добыть столько же дуба. Конечно, можно поохотиться на всяческих здесь зверей. Но я думаю, что для того, чтобы дорубить наш дуб, я отправлюсь в дубовую локацию. Но также всем любителям гранат. Тем более мне уже часто пишут, что вот Михалыч, попробуй там волны гранатами проходить. Это же топовая тема. Ты просто кидаешь гранату, они все прибегают. Ты ничего не делаешь. Как говорится, зомби делают все за тебя. Они сами сливаются. Ты просто лутаешь 200... Ой, 200, говорю. Там волн куча, сколько влезет. То есть, вот 199 волн, там два раза по 99. Главное гранаты. Поэтому Мотель каждый раз, как только он не откатывается, я стараюсь сюда прибежать. Кстати, два черепа. Не знаю, почему поставили этой локации два черепа. И начали здесь выпадать оружие чаще. Может быть, чтобы заманить все-таки ребят сюда. Так как у нас ничего не привлекает сюда, кроме, конечно, как нашей гранаты. Гранаты и энергетика. Когда энергетик здесь пропал, вообще, ребят, сюда ходить мне просто отпало желание сюда вообще когда-то приходить. Та-та-та-та-та-та-та. Мы ведем с собой катает. Я убил, даже не заметил. Вот здесь у нас энергетик выпадал. Жестичек, ребят. Его теперь нет. Можно только поплакать. Здесь компотик. Всего лишь компотик. Теперь остается зайти в место, где у нас гранатка находится. Гранатку забираем. Ну, я не обещаю 99 вам пройти гранатами. Но все-таки я постараюсь что-то придумать по поводу этого. По поводу гранат и полицейского участка. Попробовать гранатометами. Но у меня только 12 гранатометов. Вы видели в прошлых видео, что у меня гранатомет еще один. Правду, кстати, вы говорили, что выпадает именно зараженных ящиков гранатомета. Других не падали, потому что долго и нудно я лутал простые незараженные. Мне не падали гранатометы. Видать, опять-таки все изменили. Но теперь у меня есть гранатомет, возможность и граната 200. Это 13-й, по-моему, или даже 14-й гранатомет у меня там есть. Не знаю. Соберу, попробуем даже по волнам пройтись грейниками. То есть это тоже будет круто. Но брони, брони очень много нужно. Посмотрим. Так, тетушка Язва, я вызываю вас на двойт. Ой, молодец какая. Какая красавая лабрателла. Все. Ох ты что, колбаса колбасит соло. Колбасер по пояс голый. Ну, бункер альфа. Ну, у нас это есть. Надеюсь, вам, ребят, понравилось это видео. И вы поставите заслуженный лайкосик. Не забывайте также подписываться на канал, нажимать на колокольчик. И писать комментарий. Всем удачи, пока. И увидимся уже в следующих видео.